Сильный кашель, изменение цвета лица, хриплое дыхание – все это признаки частичного либо полного нарушения проходимости верхних дыхательных путей. Чаще всего человек может подавиться во время приема пищи, и необходимо уметь быстро оказать первую помощь пострадавшим. В такие моменты счет идет на секунды. Как понять, что человек подавился? Чаще всего мы либо присутствуем при данном действии, либо уже вошли в помещение, где подавился человек. Как выглядит человек? Выглядит вот таким вот образом, не размахивая руками, именно так. У него начинает синеть носогубный треугольник, то есть вот эта область. Если народное тело не так низко попало в верхние дыхательные пути, то да, скорее всего, сначала он будет кашлять. И в этот момент человека лучше не трогать. Почему? Потому что если человек может кашлять, то рано или поздно народное тело выскочит у него самопроизвольно. Стучать по спине человеку, который подавился и кашляет, категорически нельзя. Есть риск протолкнуть инородное тело глубже в дыхательные пути, и в таком случае у пострадавшего точно не получится избавиться от него самостоятельно. Необходимо незамедлительно приступить к оказанию помощи. Очень важно в первую очередь наклонить корпус пострадавшего вперед и сделать пять размашистых ударов по спине между лопатками. В данном случае мы его наклонили, и здесь удары играют роль вибрации. Для чего? Чтобы инородное тело в верхних дыхательных путях расшатать. Для чего? Чтобы когда мы встанем позади пострадавшего, находим отпуска 5-6 сантиметров, руку сжимаем в кулак, но большой палец не прячем. Под диафрагмальное пространство. Далее рука у нас идет снизу, и резкий толчок снизу вверх. Для чего? Чтобы красотное инородное тело удалить. Если вдруг после первого раза у нас не получилось удалить инородное тело, мы повторяем до пяти параллельно. Ну, представим, что мы не удалили инородное тело. Три, четыре, пять. Если после пяти толчков мы не смогли удалить инородное тело, ту же процедуру повторяем вновь до тех пор, пока инородное тело мы не удалим. Но что делать, если подавился ребенок? Оказание помощи будет зависеть от возраста. Если ребенку больше года, тогда мы проделываем такие же манипуляции, как и со взрослым. Но если у вас на руках младенец, то способ будет другим. Раньше предлагалось сделать с ребенком следующее. Это взять его вот так за две ножки и потрясти. Это назывался прием, если вспомните, Буратино. Особенно, если вспомните сказку, как Алиса Алиса пытались извлечь из него золото. Не пугайтесь, делать это сейчас категорически запрещено в силу того, что можем навредить детенышу. Как его спасти? Он прекрасно умещается у нас на руке волшебным образом. Дальше мы наклоняем максимально вперед, делаем следующее движение. Не выскочило. И дальше сверху вниз выталкивающее толчкообразное движение. Вот таким образом. Здесь вы ему, даже если попадете по голове, не навредите, потому что движение пройдет скользь. Вот таким вот образом. И выталкиваем из него. Я был на этом уроке, я был даже подопытным живым манекеном. И из меня пытались достать инородный предмет. У меня его не было. Но когда проделывают упражнения на тебе, ты лучше понимаешь. Потому что самое главное здесь вот этот палец, который нужно как раз-таки 5-6 сантиметров от пупка им надавливать. Очень важно, я поняла, различать типы пострадавших. То есть это может быть взрослый человек, и может быть ребенок совершенно маленький. И механизм извлечения инородного тела совершенно разный. Если вам не удалось самостоятельно помочь пострадавшему, и вы понимаете, что человек теряет сознание, незамедлительно вызывайте скорую помощь и приступайте к сердечно-легочной реанимации.